Здравствуйте! На этом уроке нам надо 1,03,075 разделить на 0,25. Первое, что вам необходимо знать. Если делителем, т.е. числом, на которое делят, выступает десятичная дробь, то надо умножить это число на 10 столько раз, чтобы в итоге получилось целое число. Мы это делаем переносом запятой вправо, так как при умножении десятичной дроби на 10 запятая перемещается на один знак вправо. Давайте рассмотрим наш пример. Здесь нам надо перенести запятую 1,2 раза, т.е. дважды. Следовательно, 0,25 нужно умножить на 10 и еще раз на 10. Т.е. 0,25 умножить на 100, и это равно 25. Таким способом мы превратили десятичную дробь в целое число. Но если мы умножили делитель, то нам обязательно нужно умножить и делимое. Делимое – это то число, которое делят. А значит, нам надо умножить вот это число дважды на 10. Или мы можем просто перенести запятую на два знака вправо. Вот сюда. Если мы перенесем запятую на два знака вправо, то она будет находиться вот здесь. Давайте теперь разберемся, почему так правильно делать. Мы можем переписать наше выражение в виде обычной дроби. Давайте это сделаем. 1,03075 делить на 0,25. Итак, мы умножаем 0,25 на 10 дважды. Другими словами, мы умножаем 0,25 на 100. Значит, мы умножили знаменатель на 100, правильно? А знаменателем выступает у нас делитель. Так как мы умножили знаменатель, то нам необходимо умножить и числитель. И умножить именно на 100, чтобы не поменять значение дроби. умножить на 100. После перемножения мы получим здесь 25, а здесь 103,75. Давайте я перепишу это выражение, чтобы было аккуратней. Конечно, если вы пишете в рабочей тетради, вам не обязательно все это переписывать. Итак, мы умножили делитель и делимое на 100. Следовательно, наше выражение выглядит следующим образом. 103,75 делить на 25. Эти два выражения равнозначны. В результате мы получим один и тот же ответ, или частное. Мы просто-напросто умножили и числитель, и знаменатель на 100, чтобы перенести запятую на два знака вправо. Итак, мы все сделали, и теперь мы можем приступить к делению. Как видите, у нас число делится на 25, а всегда непросто выполнять деление, когда делителем выступает многозначное число. Но мы попробуем. Итак, 1 не делится на 25, 10 не делится на 25, а вот 103 делится на 25. Нам известно, что 4 умножить на 25 – это 100. Следовательно, 100 разделить на 25 – это 4. Итак, 4 умножить на 5 – это 20. 4 умножить на 2 – это 8. 8 плюс 2 – это 10. И мы это знали, поскольку 4 – это четверть. Например, 1 гривна – это 100 копеек, значит, четверть гривны – это 25 копеек. Итак, теперь приступаем к вычитанию. 103 минус 100 – это 3. И мы дошли до запятой десятичной, значит, мы можем поставить ее сюда. Давайте поставим. Значит, запятая будет у нас вот здесь. Теперь мы можем снести 0. Сколько раз содержится 25 в 30? 25 содержится в 30 один раз. Значит, 1 умножить на 25 – это 25. 30 минус 25… давайте теперь вычитаем. Это равно 5. Я могу, конечно, более детально расписать. Здесь мы занимаем 1, здесь получаем 10. 10 минус 5 – это 5. Вернее, занимаем 1, здесь 2 у нас остается. 2 минус 2 – это 0. И все равно получаем 5 в ответе. Теперь мы сносим 7. Получаем 57. Число 25 содержится в 57 два раза, так как 25 умножить на 2 – это 50. Значит, пишем 2. 2 умножить на 25 – это 50. 57 минус 50 – это 7. И последнее, мы уже почти дошли до конца. Сносим 5. Ой, криво получилось. Сносим… ой, не менее криво, ну ладно. 75. Итак, в 75 число 25 содержится ровно 3 раза. 3 умножить на 25 – это 75. И если мы вычитаем, мы видим, что у нас остается 0 в остатке. Таким образом, 103,75 разделить на 25 равно 4,123. Так оно и есть, поскольку 100 разделить на 25 – это будет 4. А так как наше число чуть-чуть больше 100, то и в ответе мы получили чуть-чуть больше 4. И такое же значение мы получим в данном выражении. Это равно 4,123. И то же самое и вот здесь. 4,123. Мы выполнили наше задание. До свидания, до следующего урока!